Итак, всем привет! Попробуем почистить данные слепоны, в частности подошву обсуждаемых ботинок. Я уже здесь немножко почистил влажной тряпочкой, смахнул пыль, как говорится. Вообще у данной обуви есть одна проблема, на мой взгляд, потому что она быстро теряет из своей белой подошвы относительно новый товарный вид. И возможно решение, чтобы ее внешний вид больше радовал вас, это каждый день практически чистить белую подошву. У меня есть специальная для обуви бывшая зубная щетка, я беру мыло, жидкого, твердого, неважно, и чищу. Но данных результатов это видимых не приносит. У меня сейчас включена подсветка на камере, если я ближе поднесу, она засвечивает. А вот дальше на белой подошве больше видна грязь. Я даже кометом почистил, никакого эффекта. Ну попробуем сейчас некоторые советы. Она не только здесь грязная, но и слегка засаленная подошва. Надеюсь вам видно. Почистим, попробуем. Будем использовать жидкость для снятия лака. Она с увлажняющим эффектом, кстати. Для предосторожности наденем вот такую перчатку. Возьмем ватный тампон или ватный диск. Кажется тампонами называют что-то иное. Но не суть. Один диск. Смачиваем его жидкостью. И попробуем протереть на заднике. Да нет, что-то эффекта нет. Хотя вот тут стало грязненько. Продолжаем. Ну и запашина. Я вообще думаю, что лучше по фэншую, для достижения результата, это будет покрасить белой краской подошву. Вон, чищу, видите, никакого эффекта. Это у нас правый ботинок. Ну не знаю, она чуть погрязнилась. Может надо вообще долго-долго или со стервенением тереть. Ну посмотрите, вот. Камера может отсвечивать, но эффект мне не нравится. Здесь все равно вот эти... Вот эта грязь осталась. Нет, идет так отмыв. Но тут знаете, немножко рифленая подошва с пупурышками. И грязь забилась между ними. И может быть из-за того, что не пользуемся какой-то на типа зубной щеткой поверхностью для чистки, она не проникает в эти пупурышки. Я не скажу, что внешний вид-то стал новенький. Нет, не так. Не пойдет, не пойдет. Посмотрите издалека. Сейчас попробуем другое средство. Так, следующее. Это у нас универсальная пена для чистки изделий из кожи. У меня есть, кстати, на нее обзор. Пупур содержит членный воск и т.д. и т.п. Мне кажется, идея плохая. Но попробуем. Встряхиваю баллон и наношу. Что-то она вообще капает вот так. Вот так нанесу ее. Видите, она как распинилась. О! Даже встать никуда не могу. Надо будет взять... Ты не можешь мне подать вот эти вискозные полотенца? Помнишь у нас? Или кусочек оторвать один? Один маленький. Спасибо тебе большое. Вот поэтому нужно и жениться. Никто вам тряпочку не поднесет, если будете жить один или одна. Так, чистим. Ну, не знаю, вообще никакого эффекта нет. Красить, красить нужно подошву. Красить. Тряпка была, как чистая, так и осталась. Так. Увлажнилась. Таней никакого тока нет. Понятно, не подходит. Следующее. Итак, давайте попробуем следующее средство. Меламиновую губку. Смотрим. Чистим. Вы знаете, эффект есть. Но я еще раз говорил, у кет пористая структура с пупурышками, поэтому не очень все быстро проходит. Кстати, эффект... Да, вот здесь я на заднике смотрю, где была засаленность, он стал выглядеть лучше. Но... Отчаян, кстати. Но что хочу сказать, но... Того первоначального блеска я не вижу. Естественно, после чистки обувью меламиновой губкой, вам придется ее выкинуть. Слушайте, идет такое тщение небольшое. Может быть, камера показывает слишком белую подошву, или у меня подошва не очень грязная. Поэтому такой эффект создается, что она очень-очень белая на видеосъемке. Но на самом деле это не так. Сейчас вот здесь попробую очистить мыс. Да, меламиновая губка супер. Получше идет процесс. Но она еще влажная, смоченная по фэншую. И поэтому создается впечатление от воды. В меламиновой губке эта вода попадает на подошву кроссовок, что настолько отбелило все. Кроссовок якобы блестит. Но он блестит от воды. А вода придает такой более новый вид. Слушайте, меламиновая губка, она дает такой эффект. Ну-ка, где-то подошва... Вот, посмотрите, два задника. Вот это еще не чистил губкой. Вам, надеюсь, видно отсюда. А вот это почистил. И здесь задник гораздо посвежее, чем здесь. Он существеннее свежее. Так что меламиновую губку можете использовать. Один из способов. Дальше. Вот. Давайте запомним. Освещает хорошо, видно. И сейчас прямо в онлайне мы очистим. Да, очищает. Я, кстати, думаю, может быть использовать для чистки подошвы более агрессивные. Смотрите, грязные. Вам видно? Более агрессивные приспособления в виде бензина, ацетона. Губка вся истрепалась. Ну, слушайте, работает. Он все сыпется. Ну, по фэншую. О, какой задник стал. Так что можете использовать и ее для чистки. Результат есть. Быстрее, чем, по крайней мере, от пены, которую предыдущий использовал. Пена для чистки кожной обуви, но я подумал на подошве. И также лучше, чем от лака. Как же он называется? Господи. Для снятия лака тоже эффект мне не понравился. Миламина, губка пока выигрывает. Итак, продолжаем. В этот раз у меня стирательная резинка. В простонародье так называется. На самом деле ластик. Ну, не суть, как мы назовем. Берем наш тапок. Где он, какой взять, я не чистил. Ну, вот этот возьмем. И давайте я попробую вот этим ластиком пройтись и посмотреть, будет ли эффект. Советуют, ну, вот он, чтобы видно было. Советуют его использовать, но отмечают, что вам придется попотеть, конечно, ластиком. А ластик такое универсальное средство. Оно чистит не только в данном случае подошву, где мы используем, но и ластиком, к примеру, чистят, кто не знал, советские монеты. Алюминистая бронза, снимают слой грязи. Ластик с этим справляется. Да, эффект практически как от меламиновой губки. Да нет, вру, эффекта нету, как от меламиновой губки. Потому что, естественно, у ластика состав другой. И он пока не дает тех результатов, на которые я надеялся. Хотя вот он здесь не чистит. Сейчас ластик не попадал вот в эту часть, а в эту попал. Я навижу, вам не знаю, свечивает, не отсвечивает. Еще раз обращу на это внимание. Но эффект есть. Сейчас попробую здесь почистить. Да, очищает, кстати. Снимает ластик. Но приходится долго-долго этим всем заниматься. Я имею ввиду про ластик. Да, вот тут побелело. Побелело. Но с меламиновой губкой повеселее. Но ластик подешевле. Меламиновая губка, она подороже стоит. Хотя, конечно, если вы купите ее в местах, которые отличаются не очень высокой ценой. Магазин фикс прайс. А там брал меламиновую губку. То, в принципе, она недорого вам выйдет. Да, эффект есть. Но все это требует затрат сил. Ладно, его мы проверили. Пока ведет меламиновая губка. Итак, следующий вариант, что советуют использовать, это обыкновенная пищевая сода. Также упоминает лимонную или уксусную кислоту и так далее, и тому подобное. Использовать советуют зубную пасту. Но, в принципе, я уже отмечал, что Комитом специально для митя посуды порошок использовал. И он, к сожалению, не дал тех результатов. Но, в принципе, некоторые отмечают, что лучше для достижения супер-пупер результата. И возвращение белизны вашим кроссовкам, кедам, слепоном. Не важно, чтобы подошва блестела, как у новых, необходимо давать химчистку профессионально, где вам вернут белизну, ну или не вернут. Но это не важно, другой вопрос. Но советую давать химчистку. Так, продолжаем эксперименты. Вот перед нами подошва. Я уже насыпал соды. Намочу немножко короткостриженную старую зубную щетку. Смачиваю ее и начинаю натирать. И смотрю. Ну, у меня надежды никакой нету, потому что, уже говорил, я использовал в том числе Комит. Комит, который с отбеливающим эффектом. Это такой. Или не вру, не с отбеливающим эффектом. Это такой специальный для мытья посуды. Комит не взял. А что взять от соды? Поэтому я очень критически отношусь в том числе и к использованию в данном случае соды. Потому что эффекта не было от Комита. А что сода-то возьмет? Ну, вот теру, хотя вот здесь немножко начинает белеть. Вам это не видно. Вот здесь. Сейчас я переверну ботинок. Ну, как белеть? Все это по сравнению с меламинной губкой ни о чем. Честно говорю, ни о чем. Еще раз соды возьму. Потому что того эффекта нету. А мы все люди современные, быстрые. Нам нужен эффект. Так, ладно, соду проехали. Берем следующий вариант, который нам предлагает. Это зубная паста. Ну, от зубной пасты. Откуда будет эффект? Выдавливаю зубная паста. Посмотрите. Профессиональная зубная паста. Биокальций. Ох, че, отлично. Очень хорошая. Если что полезно для зуба, значит, будет полезно и для нашей обуви. Так, зубную пасту я взял. Начинаю натирать вот в этом месте, многострадальном. Где я не проходил, кстати, еще меламиновой губкой. Ну, вот не знаю, не знаю, честно вам скажу. Некоторый совет еще и спирта, но переводить на это дело спирт, либо не дай бог водку, это, конечно, не по-христиански. Так, я отмыл ботинок, намочил его собака. Так, я не могу сказать никакого эффекта, я не вижу лично. Пока меламиновая губка ведет, я, в принципе, то, что советуют в интернете, проверил на своей обуви. И остается меламиновая губка, как быстрый эффект, плюс химчистку отдать, либо еще подкрасить самому. Надо белый такой маркер, будем как вангог красить подошву, но у меня белого маркера нет. Я вам предлагаю, конечно, можете краску какую-то купить, аккуратно пройтись, подкрасить. Но пока меламиновая губка ведет. Продолжение следует...